Мои хорошие, всем огромный привет! У нас утро, я готовлю завтрак. У меня вот такие вот тортильи, лепешечки. Иногда мы их покупаем, брали в красном-белом. И вот так вот сверху я накрываю. Поближе вас немножко поставила. И теперь посыпаем сосиски. Немножко. И сверху наш сырок. И сверху помидорки. Сейчас я чуть температуру поменьше сделаю. Выкладываем помидорки. Помидорки, конечно, такие не очень прям сочные. Это вчера вот Артур купил. Видите, они какие. Серединки как будто нету. Вся вываливается серединка. Хоть я омлет солила, но помидорчики, они соли много. Забираю. Еще чуть-чуть подсолю. И черный перчик для вкуса посыпаем. Можно какие-нибудь травы тоже добавить. Вкусно. Вот эти вот итальянские я имею ввиду или прованские травы. И сверху, девчонки, накрываем еще одной лепешечкой. Прямо вот так. А Софейке сделала быстро яичницу из перепелиных яиц. Десять штук вот разбила. Она захотела. Мам, не яичницу сделать, потому что она такое не будет кушать. И вот моя тортилья, так скажем, да. Я ее смазала еще сливочным маслом снизу, сверху. Будет сочное, вкусное. День, девочки. Я вам хотела рассказать Антону историю, которая у меня вчера произошла. Мама хотела для вас вчера снимать видео. Да, я вчера с утра встала, думаю, буду вам снимать. А у меня вот живот болел, нога болела. Мы с Миланой чуть-чуть порисовали. Потом, как вот, она мне желчки подъела. И потом, ну что, чуть-чуть попозже. Мы решили поспать, а потом... Нет, это ты решила поспать. Она легла, говорит, мам, что-то у меня животик болит. А она вечером ела мороженое. Мы давно мороженое не ели, и Артур принес нам всем мороженое. И вот она поела, и ее поташнивало. Когда она мороженое ела, она не доела его. Говорит, мам, я не буду. И вот с утра встала, у нее животик немножко болит. Я думала, вам снимать буду. И у нее потом началась, девчонки, рвота. Рвота, да. Да, и потом я уже с ней легла, читала ей книжку. Она вырвала, но вроде ей полегче стало. И она уснула. Уснула часа два, наверное, спала. А я все, девчонки, если вот, ну, ребенок болеет, да, все. У меня, конечно, уже не до камеры, не до чего. Я камеру сразу отложила. И вот так вот я собираюсь снимать, и все. То одно, то другое. Вот такая вот она в разрезе получается. Сочная. Видите? Вкусная. Иногда для разнообразия мы делаем. А то надоедает один и тот же завтрак. И можно начинку. Я даже с фаршем делала. Тоже у меня фарш оставался. С фаршем тоже вкусно. С сыром получается. Девчонки, показываюсь вам уже поближе. Всем привет. Я помыла волосы, нанесла немножечко масла на концы. Я пользуюсь вот этим, девчонки, маслом. Хотела тоже вам показать. Это хаск. Именно питательное масло с экстрактом кокоса. Покупала я его в подружке. Это уже у меня вот вторая баночка. Хорошее, девчонки, масло. Очень мне нравится. Если вдруг не пробовали, обратите на него внимание. Во-первых, оно бюджетное, недорогое. Единственное, вот формат немножко неудобный. Ну вот если его только перелить куда-то. А так масло классное. Я и на влажные волосы наношу. Вот именно на концы. И даже вот когда утюжком вытягиваете, у кого волосы сухие, да, утюжком вытянули. И бывает прям вот не чувствуется, что волосы сухие, концы. Я прям немножечко наливаю на ладошку. Вот так вот как бы разогреваю его, да, в ладошках. И наносите на конце. И прям, знаете, мне что нравится, что он не утяжеляет. Вот даже немножко больше нанесешь, он не переборщишь, да, не будут волосы такие как будто грязные. Очень классное, нравится. У меня еще есть, я пользуюсь, вам показывала тоже. Вот такой вот от Лакме. Там немножко совсем осталось. Тоже хорошее, но оно такое восстанавливающее и оно более легкое. Такое ощущение, знаете, как будто вот масло с чем-то с водой разбавили. Оно прям легкое-легкое. А вот это, оно прям густое такое. И оно по цвету темное. Нравится мне. Я знаю, что оно есть, вот это хаск. И питательное тоже, восстанавливающее, увлажняющее. Но я вот не пробовала. Я только вот именно питательное. Вот такая крышечка вот персикового цвета. Есть голубая крышечка, зеленая, если я не ошибаюсь. Но вот это, девчонки, если не пробовали, попробуйте. Прям классное. Я говорю, в подружке покупаю. Не знаю, больше нигде не видела, чтобы продавалось. Может, где-то еще продается. Масло хорошее. Сейчас посушу волосы фенщеткой и пойду, хочу немножко прогуляться. Я ведь сейчас хожу. Каждый день стараюсь выходить. Иногда с утра, иногда в обед, иногда вечером. В общем, как время есть. Сейчас у Миланы каникулы. И вот, ну, пока Артур дома. Пойду немножко прогуляюсь. Я не хожу там 10 тысяч шагов, 5. Я не ставлю себе никакую там определенную цифру. Просто выхожу, девчонки, лишь бы, чтобы активность побольше была. Потому что сейчас вот с беременностью, да, я такая. Ну, меньше уже дел делаешь по дому. Как-то это раньше там то-то-то. За это возьмешься. Сейчас, конечно, уже тяжелее. И вот то, что я стала ходить, вторую неделю у меня ноль получается по весу. Вот вторую неделю я по нулям не набираю. Я ведь приложение по беременности веду. Каждую неделю взвешиваюсь. Вот вторую неделю у меня ноль. А до этого у меня было то кило 200 я за неделю набрала. То вот последний раз два килограмма набрала. И уже я думаю, так, Настя. Ну, я вот, знаете, на ночь, на ночь мы любим. Вот я же пеку часто. Артур у меня печеная любит. Ну, мы и сами любим. И вот напеку, и вечером мы сядем, чай попьем перед сном. И сами понимаете, естественно, там уже не лялька у меня растет, да, я сама расту. Поэтому я стараюсь сейчас выходить. И заодно зайдем с вами на Валперес. Там я заказывала светильник для чтения книг. Ну, в общем, книжку там зайдем, заберем. Заказ, потому что смотрю, заказ пришел. Сейчас, кстати, на Валперес быстро вот заказываю сегодня, например, да, буквально на следующий день уже приходит. Очень быстро прям Валперес радует с доставкой. Пока не забыла, девчонки, по поводу вот этих масочек еще раз хотела вам сказать для губ. Помните, я вот последнюю розовую покупала. Розовая это у меня с коллагеном, а вот эта желтенькая, это питательная, заживляющая маска. Классные такие. Вот они, знаете, это прям мои спасители. Вы, наверное, часто обращали внимание, что у меня губы сохнут вот на видео. И я начинаю, если у меня сохнут, шелушатся, я начинаю кусать их. И потом вот такие красные пятна некрасивые на губах остаются. И вот это, я говорю, без них я бы не знаю, что я делала. Вот эта желтенькая, медовая, вы ее прям наносите на ночь. Она такая, знаете, вязкая немножко. Ну, мне как бы нормально. Я наношу и вот до утра губки у вас прям свеженькие, напитанные. И она, говорю, прям заживляет. Очень хорошая и экономная маска. Вот эту я уже давно пользуюсь. У меня чуть-чуть прям осталось, я ее экономлю. И вот в этот раз взяла вот такую. Я купила в корейском магазине, но они есть на Валберес. На Валберес они даже дешевле стоят. Правда, вот говорят сейчас, что на Валберес много поддельной корейской косметики. Я не знаю, но я знаю, что можно как-то проверять. То ли есть какая-то программа по штрих-коду или какая-то ссылка. Можно проверить, девчонки. Надолго вам хватит. Вот так я вам поближе покажу. Вот она сверху фирма идет, этих масочек. Маски прям супер хорошие. Мои спасители. Ну вот, девчонки, немножко привела себя в порядок. И смотрите, сразу другой вид. Вытянула слегка волосы. Я вот так сейчас постоянно за уши убираю. Мне вот не нравится, когда на лицо. Мне мешает, раздражает. Ну и плюс вот эта покраска тоже уже отросла. Мне, конечно, не нравится. Я, кстати, хочу покраситься все-таки. Думала-думала я. И в следующий раз обязательно запишусь. Ну уже здесь запишусь. Туда не поеду, вот к тому парню, потому что очень далеко. Я когда на маникюр в прошлый раз ходила, переделала. Кстати, маникюр, ну я уже неделю назад его сделала. Вот такой вот розовенький, зефирный. Что-то мне захотелось свежести. Вот. И поговорила с девочкой. Ну, говорю, у вас есть какие-то хорошие мастера? Она говорит, ну вот к Любе, если что, записывайтесь. Я говорю, а AirTouch вот мне нужно сделать? Она говорит, к Любе. Она неплохо делает. Ну вот в следующий раз в девчонки схожу, сделаю, покрашу волос, потому что вот так ходить тоже мне как-то... Ну не нравится. Во-первых, у меня объем не держится. Вот это вот постоянно прилизывается. И из-за того, что объема нет, мне и укладывать особо сразу желания нет. А когда уже здесь покрасят, меня осветлят, и объем будет хорошо держаться. И, может быть, немножко такой опять ровный срез сделаю, концы немножко подкорочу, и будет хорошо. Погода неделю прям такая хорошая держится. Мы каждый день практически ездим погулять. У нас здесь площадь есть в Одинцово, и вот Артур туда возит. Дети берут самокаты. И там скамеек много, я могу посидеть, походить. Они катаются. Это хорошо. Вчера, правда, вот ветер был сильный. Я вот так вот выхожу, иду в сторону деревни туда, потому что там... Ой, блин, только я сказала. И смотрите, какой ветер аж. Только я вам сказала, девчонки, там еще открытое пространство такое. И дождик, смотрите, пошел. Хотя я посмотрела, прогноз погоды выходила. 30% дождя показывала. Ну, уже вышла я. Немножечко похожу, погуляю. Я иногда сюда прихожу. Здесь есть площадка детская. Ну, там по бокам скамеечки. И там деток мало всегда бывает. Иногда даже приходишь, никого нет. Я беру книжку с собой, блин, и сажусь немножечко почитаю. Я таким образом, девчонки, отдыхаю от своих. Они от меня отдыхают. Потому что все-таки тяжело, когда 24 на 7 находишься с ними, да, со всеми. Иногда просто за голову охота схватиться. Плюс еще сейчас Артур дома, девчонки. Поэтому вы на меня тоже обижаетесь, пишите мне. Не могу, девчонки, снимать сейчас дома, да, вот когда все дома с утра. Там Артур поставит сериал, смотрит. И я не могу как-то вот сосредоточиться к съемке. Плюс, говорит, то одно, то другое. Ну, мы вот эту неделю и дома практически не сидели. Потому что, говорю, погода хорошая была. И когда погода хорошая, и хочется выходить. Мы выходили, ездили. Мы с Артуром ездили. Это находится где-то в сторону Люберцев. Я, если честно, там первый раз была. Это вот Артур где-то то ли в интернете он посмотрел. Там есть такой, как выставка домов. И вы туда приезжаете. Ну, там такая территория огороженная. Вы ходите там по стройке домов. И там, как бы, ну, строительные компании сидят. Вы заходите в каждый дом. Ну, сначала смотрите. Там есть разные проекты домов. Есть такого, как американского типа дома. Есть из кирпича, есть из дерева. И вот мы ездили, смотрели. Вот нам там пару домиков понравилось. Смотрели, приценялись, ходили. Интересно. Я вот единственная пожалела, что я, когда мы туда поехали, мы сами ездили без детей. Дети не захотели с нами. Сначала София вроде бы с нами, сказала, поедет. А потом под конец решила остаться. И вот мы с Артуром вдвоем. Правда, мы приехали. Тоже смотрела прогноз. Я всегда прогноз погоды смотрю. И здесь вроде бы дождя не было. Туда вот в Люберце приехали. Там такой ливень. А я в одной безрукавке. Ну, в свитере. И, получается, в жилетке безрукавке. Вот. И дождь такой. А у меня, получается, в жилетке ни капюшона нет, ни шапки с собой нет. А уже, ну, тоже не близко, да. И походили, посмотрели. И вот пару домиков там понравилось. Мы даже взяли макеты нам дали. Ну, интересно. А не посчитали нам, сколько стоит уже? Ты уже имеешь представление, как это все внутри будет выглядеть. Мы все-таки хотим, девчонки, со временем, вот, ну, построить свой дом. Сначала мы не хотели как-то, знаете. Хотели квартиру. Думали о постройке дома. Вы мне тоже писали как-то, Настя, построите дом. Это все-таки, ну, как бы лучше, да. Ну, не знаю, мы думали. Потом Артур говорит, ну, Миланка подрастет. Вот, там, уедет учиться. И будем мы там в этом доме одни, говорит. Как-то мы не хотели. А сейчас вот прям загорелись, девчонки. И хотим все-таки строить дом. Люди проходят. Мне просто неудобно. Они так на меня смотрят. Я еще так серьезно с вами общаюсь. Они думают, наверное, что она там с камерой разговаривает. Ну, в общем, вот так вот, девчонки. Хотим все-таки строить дом. Просто сейчас Артур, вот, у Артура работы нет. Ну, сейчас холодно, сейчас мало кто, да, делает ремонты. Сейчас вот немножко потеплеет. Я надеюсь, что он выйдет на работу. Из-за этого я вот эти вот, вот это время не снимала. Я все жду, думаю, вот-вот у него работа появится. Потому что, говорю, когда все дома, девчонки, снимать очень сложно. Плюс София, она такая, знаете, с возрастом. Ну, она очень много внимания требует от меня. Я вот даже замечаю, я когда камеру беру, у нее прям, знаете, слезы на глазах. Вот, как будто она ревнует меня к камере. Что я вот, ну, не с ней время провожу. Ну, вот, поэтому, как-то говорю, вроде бы и хочется поснимать. И материал вроде есть, потому что я и готовлю все равно, какие-то дела по дому делаю. А еще, когда есть что снимать, и вообще вдвойне обидно. И вот поэтому, девчонки, пока как-то так. Так, думаю, сегодня уже выйду с вами, вот, пообщаюсь, потому что, говорю, и сегодня уже на ютубе, и в инстаграме. Вот неделю вы всегда меня ждете, уже потому что знаете, что бывает такое, что на неделю я пропадаю. И потом начинаете мне писать. Ну, я думаю, выйду вот немножко с вами пообщаюсь, расскажу. Так-то, в принципе, все хорошо. Девчонки, дождь пошла такой сильная. Я иду, так-то вроде бы не чувствую, а вот на лужи посмотрю, прям сильный-сильный дождик. Ну, я надеюсь, он ненадолго сейчас закончится. Сильный ливень не пойдет. Здесь у нас уточки. Ну, вот, не прошло и пяти минут. Девчонки, смотрите, какое вышло яркое солнышко. И даже дождика как будто и не было. Немножко покапал, поморосил. Вот сейчас я иду уже в сторону Валберес. Я прям большой такой круг по нашей деревне сделала. Валберес сейчас вот две недели назад в нашем доме, девчонки, пункт выдачи открыли. Так удобно. До этого я в другой пункт выдачи ездила. А сейчас вот прям в нашем доме. Хорошо. Единственное, у меня маски нету. Забыла я совсем, девчонки, маску. Ну, ладно, надеюсь, ничего страшного. Я уже дома, девчонки. София, сделай немножко потише, дочь. Покажу вам, что заказывала на Валбересе. Вот такой вот светодиодный светильник на прищепке. Это я заказала, девчонки, чтобы читать книжки себе. Потому что, ну, мы вот вечером там ложимся. У меня Милана сейчас, она тоже рано ложится, рано встает. И мы ложимся, София, там на первом этаже. Ну, читаем. Или я ей читаю, или сама читаю книжки. А когда свет включаешь, Миланке прямо на втором этаже в глаза светит. Из-за этого, думаю, закажу вот такую на прищепке. Там как раз ведь полочки у нас можно будет цеплять. Насадки на свою электрическую зубную щетку. У меня вот такая вот от Филипс. Я говорю, вот один раз начала пользоваться вот такой щеткой, девчонки. Теперь будете работать, если начнете, вот на вот эти насадки. Вот две насадки стоят 1590 рублей. Ну, не бюджетно они стоят. И вот одна насадка на три месяца хватает. А уже к простой щетке я не могу вернуться. Потому что я привыкла. Ну, вот заказала наконец-то. Так, далее вот такие вот стикеры. Таких красивых цветов. Это для Миланки. Миланка ведет ведь ежедневник. И вот ей нужно. Я тоже, кстати, девчонки сейчас веду ежедневник. И вот такие вот стикеры, закладочки она заказывала. Потом вот наклейки вот такие вот. Тоже для специального, видите, для ежедневника. Разные здесь такие цветы. Будут с собой. Мои цели, дата. Вот такие. И вот это, это тоже стикеры. Это я там открыла, девчонки. Милана, открой, посмотри. Вот такие вот стикеры тоже. Я тоже сейчас веду ежедневник. Мне нравится. И здесь последняя книжку себе, девчонки, заказала. Вот такого автора. Ольга Примаченко. К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя. Почитала. Очень хорошие были о ней отзывы. Девчонки, вот буду читать. Я сейчас тоже, кстати, вот заказывала. Вот эту вот книжку сейчас читаю. Тоже на Валберрис заказывала. Мне нравится. Вот автора вот этого книжки. Джен Сенсера. Я читала Несы. Потом у них был Ниной. Одна книжка. И Нетупи. Но вот Ниной, Нетупи я не читала. А вот Несы мне очень понравилось. Мне нравятся такого рода книги. Они меня как-то мотивируют. Я для себя обязательно что-то полезное нахожу. И вот увидела на Валберрис. Вот это Низя. Она только вышла. Там буквально три отзыва всего лишь были. Я решила себе заказать. Вот уже, видите, вот. Вот сколько я прочитала. Ну, интересно мне. Я вообще люблю книжки по психологии. Вот сейчас дочитаю ее. Потом буду вот эту вот читать. И все. Вот все мои покупки. Сейчас я открою вот этот вот светильник. Девчонки, посмотрю, куда он подойдет мне. На кровать вообще. Как он заряжает. Работает он или нет. Сейчас посмотрим. Ну вот, девчонки, как-то вот так я хотела сюда его крепить. Вот, потому что вот здесь. И вот так можно. Вот так я думаю, что он будет светить. И как раз хорошо будет. Можно даже вот сюда прицепить. Вот сюда даже поудобнее, девчонки. Смотрите, как раз он будет на книжку светить. Хорошо, что вот эта штука хорошо гнется. Можно, видите, и кверху немножко приподнять. И вот так. Поставила я заряжать. Девчонки, все работает. Хорошо он так светит. У него получается три режима. Вот такой вот слабенький, посильней. И вот так совсем яркий. Но светит он прям хорошо. Он и как ночник. И вот для письма, да, светильник тоже хорошо. И вот здесь вот тоже у него можно вот просто, видите, снизу здесь включить. Такой как мини-ночничок. Здесь уже один режим. Ну вот пусть заряжается до конца. До вечера зарядится. И мама будет читать книжку тебе. Девчонки, если что, если кому интересно, на светильник ссылочку я оставлю. Здесь вот, видите, варианты применения. На коробке я посмотрела. Даже для пеленального столика, для письменного стола, для детского уголка можно использовать. И вот здесь, видите, удобное крепление прищепка. Встроенный аккумулятор. Полностью гибкая стойка. Три уровня яркости, компактные габариты, сенсорное управление, работа и зарядка от USB и функция ночника. Ну, такой вот светильничек. Я уже здесь подготовила лук, порезала вот так меленько. Чесночок надо будет вот сюда убрать. Сейчас буду, потому что добавлять лук. Налила уже в сковороду масло. И здесь перекрутила фарш. У меня тут свинина и филе бедра. Три кусочка, кажется, филе бедра у меня было. Я тоже решила перекрутить, чтобы побольше фарша было. И вот так вот морковочку я через терку. Добавляем лучок сначала. Буду готовить, девчонки, такое, а-ля болоньезе. Потому что макароны у нас любят все, спагетти. Думала и вот решила, уже давно что-то не делала. Думаю, сделаю. Хотела сначала сделать с грибами, с курицей. А потом думаю, болоньезе, сейчас быстро фарш перекручу. Давно не делала. И говорю, все у меня покушают. Все любят. Здесь поставила уже водичку для этих спагетти. Следом добавляю морковь. Я морковочку всегда добавляю. Вот так, видите, немножко лучок обжарили. Он такой вот золотистенький уже становится. И можно морковочку добавить. Можно ее мелко просто квадратиками, кубиками порезать. Но я вот сегодня через терку решила сделать. Сейчас немножечко это у нас попассируется. И потом чесночок. Чесночок я уже через чеснокодакты пропустила. Но вот много я начистила. Три зубчика я пропустила. Слишком чеснока не было. А то София у нас такая мадам. Она сразу почувствует. Так, зажарочка готова. Девчонки, теперь я аккуратненько вот так вот ее буду на тарелочку перекладывать. Желательно, чтобы не оставалось. Чтобы не горело. Потому что сковородку я мыть не буду. Выкладываю на тарелочку зажарку. Так. Сковородка такая тяжелая. Ставим, добавляю масло. И теперь сюда выкладываю фарш. Для чего я это делаю, девчонки? Мне нужно, чтобы фарш прям хорошо-хорошо пожарился. А если я буду делать это с овощами, то овощи у меня подгорят, возможно. Ну, в общем, так фарш не пожарится с овощами. А когда фарш хорошо обжаренный получается, то сам вот этот вот вкус соуса баланьезе, да, он будет намного вкуснее. И прям можно на большую температуру сделать. И обжариваем фарш. Вот видите, сколько сока выделяет мясо. Смотрите, сколько там воды. Вот это должно у нас все выкипеть. А если бы сейчас овощи остались там, овощи бы варились и было бы потом не вкусно. А нам нужно на максимальной температуре это все выварить и потом фарш обжарить. Макароны я кладу вот такие, вот номер 13. Мои любимые. Они, говорю, и для лагмана хорошо. Вытащу. Вот видите, они такие немножечко плоские. Я их обожаю. Прям целую покушку. Эта покушка, наверное, будет многовато. Макароны наши отпускаем, чтобы не все варились. Так, теперь в стакан кладу 3 столовые ложки кетчупа. Как у нас? Томатной пасты. Томатной пасты. Сюда же в томатную пасту добавляю 1 чайную ложку. Видно вам муке. Все мясо смешаю, чтобы оно не подгорело. Все это мешаем аккуратненько. Ну комочков не будет. Вы хорошенько перемешиваете. Ой, блин. Сейчас вода выкипает. Все это хорошенько перемешиваете. Добавляем сюда обратно нашу зажарочку, овощи. Все перемешиваем. Вот видите, как фарш прям, видите, у меня зажариваться стал. Прям такой подсушенный немножко он становится. Все это теперь вышиваем. И все это заливаем нашим соусом. Сюда еще немножко кипяточка наливаем. Все это перемешиваем. И ставим на средний огонь сначала, чтобы закипело. А потом можно на маленький и под крышечку. Пусть это все у нас томится. Можно даже еще немножечко добавить этого кипятка. Ну вы там уже смотрите, как больше. Кто-то любит наоборот густое баланьеза, кто-то пожиже любит. Ну вот сейчас прям не хватает, видно, кипяточка. Сейчас мы еще добавим. Чуть не забыла, девчонки, обязательно солим. Это прям не забывайте, а то будет вкусно. Я добавлю вот такие вот итальянские травы. И черный перчик. Можно паприку добавить. Там тоже уже на ваш вкус. Но много не буду добавлять, потому что София будет кушать. Так, слегка для запаха, для вкуса. И все, теперь уже точно все оставляем уже до готовности. Сейчас это все со специями посолится. Будет вкуснятина. Так, спагетти тоже, девчонки, готовы. Я вот борилу варю где-то минут 6. И потом выключаю. Еще 2-3 минутки даю им постоять. Потому что я не люблю, когда они разваристые такие получаются. Мне не нравится. Я сейчас их холодной водички промою. И потом скину на друшлаг. Пускай они стекают. Девчонки, я смыла макияж и покрасила брови себе. Вот, все мы покрасили. И Милана, и София. Я хотела духовку, девчонки, помыть. У меня духовка такая грязная. А потом думаю, ну нафиг эту духовку. Пойду лучше брови покрашу. А духовку завтра с утра помою. Что-то смотрю, как будто я ее криво накрасила. Просто они еще, может быть, не потемнели. Они, видите, светлые еще. Крашу я вот такой вот эстель краской. Но не скажу, что она мне прям супер нравится. Краска для бровей и ресниц. У меня тон коричневый. Как-то быстро она прям у меня смывается. Но все равно пользуюсь. У меня вот от браслета опять, девчонки, видите, красная становится. Надо будет на ночь снять. Я просто то, что сейчас хожу, мне нравится, когда ты контролируешь свои шаги. Смотришь, сколько находила. Поэтому мне удобно. В часах покрасила. Вот так сейчас похожу. Минут 15. И потом буду смывать. Вот София, смотрите, ей покрасили брови. Она уже... Что, София вот сидит? Она только искупалась. Я ее накупала. Миланка тоже вон сидит. Ты размазала уже, смотри. Иди под отре этим какого ватным диском. Да, не три. Ты сейчас и халатик тоже испачкаешь. Я помню, девчонки, когда София родилась, у нее вообще бровей не было. Вот здесь, вот на середине, вот тут, у нее такие точки были. Просто точечки. И мы все с Артуром ждали, когда же у нее брови отрастут. А сейчас вон какие, армянские, да, выросли брови. Давай сейчас долго держать не будем. Пойдем смоем, а то папа придет, не узнает тебя. Скажет, где моя дочка, это кто такая. Ну как, София? Ну как, обычные брови. Ну-ка, посмотри на нас. Ну, смотри, какие темные стали. А ей прям вот тоже надо, девчонки, если ей не покрасишь, ой, она прям скандал закатит. Вот ей тоже надо. Сейчас мне говорит, мам, выпрями мне волосы. Да? Да. Показываю, девчонки, какие получились спагетти боланьезы. Вот я положила всем. Сейчас будем кушать. Вот такой вот кексик у меня получился. Готовится, девчонки, очень легко, быстро. И вкусненький такой получается. Так что нам приятного аппетита. И вам тоже, если вы кушаете. У нас, София, маникюр-педикюр. Она вот выбрала себе два цвета. Ну-ка, дай я посмотрю. Ну-ка. Очень хорошее. Может, красненький будет лучше, с черной крышечкой. Они просто, эти лаки хорошие. А это долго сохнет. Софии обязательно нужен маникюр, педикюр. Она вот как настоящая леди. Ей надо обязательно ногти покрасить. Вот так, два, давай. Как вот через один красить или два ногтя здесь? Как покрасить? Вот так вот. Понемножку вот этот вот так. И по одному вот так. На два пальчика зеленый, на три пальчика вот этот розовый? Да, вот так вот по очереди. Как радуга, да, разноцветная? Да. Ты сама будешь красить, Илья? Давай. Ты сейчас накрасишь, ну давай. Она только рада. Давай вот сюда ручку клади аккуратнее. Ну, вон, видишь, уже. Ну, молодец. А лаки, они отсказываются на котятные лаки? Нет, конечно. Пошел. Ты только смотри, походить надо немножко потерпеть, потому что вот эти лаки, они долго сохнут. Они недорогие, я их улыбки радуги покупала. Когда дешевые лаки берешь, они долго сохнут. Вот. Вот я тут пошел дальше. Нет, ты же сказала два ногтя зелененьким. Нет, ты что, я так не говорила. Ну, ладно, вот так я сейчас сделаю уже, Краш. А татья, мам, уже буду вот так, вот эту половинку оставить, и ты будешь другой, типа, как у на пути, типа. Ну, тогда мы они смешались. Так, теперь красным, да? Да, красным. Не красным, а розовым. Морозовым. Не шевелись. Красивый. Он, 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 это почти цвет малины. Ну, где же цвет малины-то? У малины бордовый такой цвет. Да. А это такой, как коралловый, красивый. Да, это вот такой почти. Давай, не дергайся, а то сейчас мимо накрашу. Ну, все. Теперь ты модная, да? Ой, красотка, иди сюда. Щелкина, целовать же за это. Помните раньше, девчонки, я вот этим импресс-маникюром пользовалась, постоянно покупала. В прошлый раз тоже София маникюр делала. Она говорит, мам, наклей мне их. Я ей наклеила. Ой, она такая довольная была. Полдня с ним ходила, потом у нее отваливаться. Ну, я не обрабатывала, ей просто вот так сверху наклеила. У нее он отваливаться потом стал. Вот одна коробка, видите, у меня есть. А сейчас... Я, кстати, вот в прошлый раз, когда была на маникюре, спрашивала у девушки, говорю, вы знаете, у меня такая ужасная аллергия была. Где-то три года я вообще не красила, ногти не делала. И вот сейчас у меня нет аллергии. Она говорит, сейчас просто материал более щадящий стал. Сейчас уже не добавляют, вот как раньше, когда только гель-лаки появились, вот это все, они были такие химические, химозные, и у многих была аллергия. А сейчас, видать, ну, как бы со временем материалы лучше делаются, гель-лаки лучше, и поэтому, говорит, видать, у вас нормально сейчас чувствуют себя пальчики, и аллергии нет. Я думаю, слава богу. А то я каждый раз иду, и для меня это как страшный сон, если вдруг у меня аллергия начнется, что я буду делать. Потому что у меня своя форма ногтей не очень красивая. У меня они такие вот, как у Миланки, они такие широкие, но короткие. Сама вот эта лунка короткая. Я все не могу нарадоваться, девчонки, своему светильнику. Сейчас вот легла, попробовала, и вот так вот я его, он зарядился, вот так решила прицепить. Так он в правильном направлении светит, прям на книжку получается, и удобно. И вот даже на первом уровне я включаю, достаточно света, ярче даже и не нужно. Ну-ка, дочь, свет выключи, Милан. И вот так, видите, света. Сейчас я дверь закрою, чтобы сюда свет не попадал. И видите, хорошо, спокойно можно читать. А если на втором, на третьем, так он совсем ярко светит. И получается, и Миланке на втором этаже мы не мешаем. И иногда бывает, что она там, в зале засыпает. Я сюда иногда перехожу, могу почитать. Иногда она бывает ночью может прибежать туда, к нам. Там с нами ложиться. Я иногда сюда ухожу. Поэтому, вот говорю, давно хотела прям. Миланка тоже его уже приглядела. Мам, мне тоже такой надо вот сюда. Хотя у нее был, она его зачем-то убрала. Вот здесь вот он у ней на столе стоял. Она его зачем-то убрала туда наверх. Черный у ней был такой, в Икеи мы покупали. Но вот он ей не нравится. Она вот этот уже приглядела. Мам, мне, говорит, теперь нужно. И можно как светильник, да, просто включить. Вот так. Раз. И просто как ночничок. Ну, мне нравится. Главное, не знаю, правда, сколько зарядка будет держать. Но я читала, если не ошибаюсь, неделю вроде бы говорили. Держится зарядка. Но опять же, видите, я же читаю, не знаю, не по полночи, да, там. Ну, часик я почитаю. Ну, я думаю, что нормально будет. Мои хорошие, на сегодня буду заканчивать уже этот влог. Потому что мы сейчас будем тоже укладываться спать. Уже, в принципе, ничего такого интересного. Вот, кстати, мои брови я вам не показала. Я тоже, представляете, про них забыла. Пока вот накрывала, мы сели кушать. И потом София за столом, мы сидим. Она, мама, ты ведь брови не смыла. Смотри, они какие у тебя черные. Ну, мы уже доели. Я потом пошла смыла. И вот такие вот они у меня яркие получились. Ну, ничего, в принципе, девчонки, я же говорю, они быстро смываются. И завтра они у меня уже такие яркие не будут. Будут как надо прям. Так что, мои хорошие, не скучайте. Я буду стараться по возможности вам снимать. Ничего, конечно, не обещаю, что будут часто влоги. Но я буду стараться. Как говорится, как только, так сразу я к вам. Поэтому всех вас люблю, обнимаю. Желаю вам всего самого хорошего, всего самого доброго. И до скорой встречи. Пока-пока.